Всем привет! И сегодня мы поговорим о таком актере, как Эмилио Эстевис. Эмилио родился в мае 1962 года в Статен-Айленде в Нью-Йорке. Его бабушка и дедушка были эмигрантами из Испании и Ирландии. Отец Эстевиса – актер Мартин Шин, был набожным католиком, а мать Джанет Темплтон – художница. Помимо него в семье были еще дети – сестра Рене Эстевис и братья Рамон Эстевис и Чарли Шин. Когда подошел возраст учиться, мальчика определили в простую государственную школу Нью-Йорка. Но вскоре карьера его отца стремительно пошла вверх, и семья могла себе позволить обеспечить детям более качественное образование. Поэтому мальчика перевели в частную престижную академию. До тех пор семья жила в верхнем Иссаде на Манхэттене, но в 1968 году перебралась на запад. Когда Эмилио стукнуло 11 лет, на день рождения он получил подарок кинокамеру. Вместе с братом Чарли и его школьными друзьями стали снимать небольшие фильмы. Сценарий для них придумывал Эстевис. В этот же период мальчик снялся для школьной антивоенной короткометражной ленты «Встречайте мистера Бомбу». Спустя три года молодому человеку посчастливилось принять участие в поездке на Филиппины. Он сопровождал своего отца, который снимался в ленте «Апокалипсис сегодня». Эмилио было предложено роль в массовке, но в итоге он так и не попал на большие экраны, поскольку сюжеты с его участием вырезали. Окончательно понять, что Эмилио будет актером, его отцу помогла одна школьная постановка. Тогда юноша стал соавтором сценария и получил главную роль в картине про ветеранов войны во Вьетнаме. В 1980 году Эмилио окончил школу и, несмотря на уговоры родителей, отказался поступать в колледж. Он заявил, что хочет быть актером и планирует и дальше развиваться в этом русле. Причем молодой человек не стал брать сценическую фамилию своего отца, поскольку не желал, чтобы его воспринимали исключительно как сына Шина. Он планировал самостоятельно построить карьеру, что ему с успехом удалось сделать. Его братья и сестра тоже выбрали профессию киноактеров. Карьера Эмилио Эстевиса началась в составе актерской группы Брэд Пак. Помимо молодого начинающего артиста, в коллектив также входили Энтони Майкл Холл, Джат Нельсон и Дэми Мур. В 1982 году Эмилио снялся в фильме «Текс» в роли Джонни Коллинса. После этого актерская жизнь молодого человека стала развиваться очень стремительно. В 1983 году Эмилио появляется в кинокартинах «Изгои и кошмары». А через год на экраны выходит кинолента «Конфискатор», где актер получил роль Отто Мэддокса. В период с 1985 по 90-е годы актер появляется еще в 10 фильмах. Такие фильмы, как «Максимальное ускорение», «Слежка», «Молодые стрелки» признаны наиболее успешными картинами актера. Но я бы сюда еще, наверное, добавил «Могучие утята». Дебютный фильм Эмилио Эстевиса как режиссера вышел на большие экраны аж в 1986 году. В области режиссуры мужчина преуспел не меньше, чем в актерской работе. Он создал много успешных картин и телепроектов, писал отменные сценарии, которые пользовались огромной популярностью. С наступлением нового века и новых проектов Эстевис продолжает увеличивать список фильмографии. Отдельного внимания заслуживают и музыкальные клипы, в создании которых он принимал непосредственное участие. Неудивительно, что среди друзей артиста большое количество поп-артистов. Один из них – Джон Бонжови. Для меня знакомство с Эстевисом было с двух фильмов. Это «Мужчины за работой», где он снимался вместе с Чарли Шином, и «Заряженное оружие 1». Фильм «Пародия» там снимался почти весь Голливуд, и Чарли Шин тоже снимался. Советую посмотреть, поугарать, ну, для тех, кто любит пародии. Да, в принципе, и все. Больше фильмов прям таких. Я не помню с Эмилио, да, для меня это такой проходной актер, о котором надо рассказать, потому что мало кто его помнит, а еще многие о нем и не знают. Но все-таки он и брат Чарли Шина, и плюс у него отец довольно-таки знаменитый – Мартин Шин. О личной жизни актера известно немногое. В то время, когда он активно развивался в своей профессии, его возлюбленной была модель Кэрри Салли. В счастливом браке творческой пары были рождены двое детей. В 84-м году девушка родила актеру сына, которого назвали Тейлором. А спустя два года их семью ожидало еще одно прибавление. Дочь Эмилио появилась на свет в начале 86-го года. Однако после рождения второго ребенка пара ненадолго просуществовала вместе. В том же году молодые люди расстались. Но в 92-м году мужчина вновь влюбился. На этот раз его избранницей стала певица, а по совместительству танцовщица и хореограф Пола Джули Абдул. Почти сразу после свадьбы девушка хотела завести детей. Однако Эмилио уже имел на тот момент сына и дочь, поэтому не слишком спешил с решением этого вопроса. Союз пары продлился недолго, и уже в 94-м году супруги развелись. С Дэми Мор биография, которая пестрит разными историями, Эмилио познакомился на съемочной площадке. Как в интервью признавалась Дэми, Эстевес стал ее первой настоящей любовью. Этот роман продлился недолго, что не помешало паре остаться друзьями. В 2006 году актеры даже снялись в фильме Эстевеса «Бобби» в качестве враждующей супружеской пары. Ходили слухи, что Эмилио очень сильно ревновал Дэми Мур к своему брату Чарлю Шину. После съемок фильма «Путь» в 2010 году и озвучки двух мультфильмов в 2012 году деятельность Эмилио на некоторое время приостановилась. Однако в 2018 году он вновь напомнил о себе и порадовал поклонников новой картиной под названием «Общественная библиотека». В ленте рассказывается о библиотеке, которая в ночное время превращается в ночлежку для бродяг и других антисоциальных элементов. Это вызывает недовольство у полиции, однако руководство библиотеки не опускает руки. Актер сейчас продолжает работать в киноиндустрии, но в последнее время предпочитает больше отдать режиссуре. Хотя у него по-прежнему напряженный график и много времени посвящается работе, в сети регулярно появляются новые фото, на которых Эмилио отлично выглядит. При росте 1,69 м его вес находится в пределах нормы, а приятная внешность актера по-прежнему привлекает многих поклонниц. Но вот он такой, Эмилио Эстевис. Я, конечно, понимаю, что сейчас многим не до роликов, не до просмотров на ютюбе, но я, по возможности, буду стараться делать новые ролики. На этом все. Всем пока, берегите себя и удачи!